Прямо сейчас, ребята, мы идем по лесу на прогулке. Я думаю, что даже мысли не может прийти никакой, кто это может быть, потому что это не собачка, почти кошечка. Офигеть! О-о-о, как она это делает, шикарно! Мы никому не рекомендуем это делать! Опа-на! Тихо-тихо-тихо! Другой, да, ухожу! Хотела еще гулять. После того, как у нее это началось... Привет, я Энни Мэджик. И после первого выпуска «Необычные животные» я прочла ваши комментарии. И я исполняю вашу просьбу. Это заслуживает лайка. Так что пишите еще больше комментариев и посмотрите этот ролик до конца. Поверьте мне, вы будете удивлены. О-о-о, умничка! Ой! Ай, класс! Это было мощно. Лайк! Ирме! Эту красавицу зовут Ирма. Про график. В какой режим дня? По выходным, да, мы ездим в лес. Но обычные дни, в будни. Ирме просыпается в 5 утра. В 5 утра! Дальше. До половины шестого она занимается своими делами. Этот кабанчик носится по потолку, по стенам. По всему. А во-вторых, она начинает мяукать. Если вы слышали, как мяукает пума у нас на странице. О-о-о-о! Непонятно какого животного. Это что-то между гавканем, кряканем и мяуканем. Если мы не встаем, она... Это невозможно не встать. Вы проснулись. Проснулись. Вы в 30. В 6 мы уже на улице. То есть мы ее одеваем. Потому что холодно, зимой. Надо обязательно будем свитерочек, курточку. Мы гуляем долго, гуляем час. Поэтому надо утепляться. Смотрите, что у нас тут есть еще. Это целый шкаф. Здесь у нас одежда. Свитера. Это такая вот курточка в виде дракончика. Она у нас с этим сорокезом. У нее есть осенняя одежда, зимняя одежда. Осенью не столько для тепла, сколько для того, чтобы она не пачкалась. Такие комбинезончики. А зимой именно для тепла. Чтобы она не мерзла, да. Чтобы она не мерзла. Многие спрашивают, зачем хуме вообще шмотки. Но на самом деле они действительно нужны, потому что мы гуляем долго. Мы гуляем не пять минут. Что это было, Ирмош? На нас снег падает просто. Ирма, блин. Это кот-отеж. Она по размеру как собака. И гуляет практически как собака. Только лазит по деревьям. А дома она абсолютно кошка. Она спит так же долго, как кошка. Мурчит, как кошка. Мурчит? Она, кстати, мурчит, да? Это самая большая кошка, которая умеет мурчать. И мурчать именно по-настоящему. Именно пума умеет мурчать, как обычные кошки наши домашние. Ай! Вот так живут пумы во московской природе. А дома она не портит ничего когтями? У нее же когти не как у маленькой кошки. У нее когти на передних лапах уже почти 4 сантиметра. Они немножко все разной длины, но вот на самом длинном пальце они уже почти 4 сантиметра. На задних лапах 2,5-3 сантиметра. Очень острый, вот такую вот одежду может распороть просто случайно, даже просто махнув лапой, даже ничего не... Ну, логично, если она за дерево способна зацепиться. Вот. Но так же у этой кошки, кроме больших когтей, приходит немалый ум. Она очень умная кошка, поэтому, в принципе, мы с ней договорились, что вот это человеческое, это не надо грызть и царапать. А вот это как бы твое. То есть она знает свои игрушки, знает свои коробочки, которые мы ей даем раздирать, и у нее есть своя когтеточка на всю дверь. Раз в 5 месяцев мы ее где-то обновляем, потому что она выдирает вот это строительные скобы, она выдирает все просто со всеми скобы. Жесть! Но зато она знает свое место, где ей точить когти. Вообще, игрушки вырыва живут долго достаточно, но... Да ладно, мы видим. Ну да, в таком виде они еще долго могут жить, да. Но они, когда они пищат... О, у нас такая же узкая есть, и вот такая тоже. Когда они пищат, они для нее живые. И поэтому, как бы, она первым делом уничтожает пищалки. Обожает вот таких вот селезней. Селезней, а, девять, ну, короче... Реально! В общем, периодически мы этих селезней убираем, периодически ей достаем опять. Селезней ей хватает в часа на два. Она их должна обезглавить. Путают с тигром, со львом... И с рысью. И с рысью, самая популярная с рысью. Посмотрите, похоже это на тигра, льва или рысь? Это пума! Пума! Теперь гепард. У нас уже сегодня версии тигр, рысь, гепард. 39 килограмм. Когда поед? Да, на тащах вообще 37. А еще какие популярные вопросы? Кроме как путают? Она вас не жрет? Да, вам не страшно, она кусается, она то, она и все... Так она кусается? Конечно. Ну, все животные, которые имеют зубы... У меня кошка тоже кусается, просто она меньше в 10 раз. Все животные, которые имеют зубы, когти и все остальное, конечно же, кусаются. Они хотят узнать, отрывает ли она вам головы, пальцы, руки, ноги. Губы даже дикие, в дикой природе не нападают на человека. Это вот такая любовь. Развлечения вечерние. И пока она смотрит на собаку, трогайте пост. Нормально, нормально, не бойтесь. Нормально, нормально. Нормально, давайте. Ух ты! Одеваемся, выходим. Начинаем бегать, прыгать по деревьям, лазить. Сережа реально сам залезает на деревья вместе с Ирмой. Играем с ней в футбол. Дальше, приходим домой. Пуму надо почистить. Разделим, потом покажем, как мы моем лапы. Сначала мы ее раздеваем. Ирма уже сама начинает мыться, видите? Она уже знает сейчас всю процедуру. Все, уже сама начинает мыться. Мы ее иногда протираем салфетками, иногда протираем просто мокрыми тряпками. Это ранка, которая у нее на лапке есть там рядом. Это ранка от вот этих... Реагентов. От реагентов тоже, да? Попал реагент в ней на лапу. Попала там крупинка в складочку и разъела. Потом Ирма еще разлезала. И вот теперь... Вот, сначала вытираем подушки, потом вытираем когти. Вот, когуть. Так, лапы протерли, когутки протерли. Надо протереть с обратной стороны. Ну реально, бабка Ирма. Сегодня Ирма играла роль бабушки, да? Да. Ну не бузи, все равно на ролике все заменит музыка красивая. Нетушки, нетушки! Профессиональная процедура. Сколько по времени занимает вот это вот? Минут 15. Почистить. Мы уже наловчились. Раньше нас это занимало долго. Если ее не повели на прогулку, она терпит. Она очень часто плотная. Она дома вообще не любит ходить в туалет. Но писают наши кошки очень часто. Поэтому столько мы не нагуляем. Писает она в лоток. Но по-большому она... Плоток какой? Ванна? Нет. Такая ванна. Посмотрите. Зачем клетка, почему клетка? Это туалет. Это не клетка, это туалет. Посмотрите, там пеленки и подгон. Вот она на эти пеленки ходит. Клетка находится всегда в открытом состоянии. Мы, естественно, Ирма никогда в клетке не держим. Но так как в комнате присутствуют незнакомые посторонние люди... То есть других таких туалетов просто такого размера нет. Это надо только отдельно на заказ варить. А с клеткой переноской они продаются уже в комплекте. У нас приходит домработница, мы ее туда закрываем. Приходят какие-то гости, если надо посмотреть, мы туда закрываем. Приходит ветеринар, мы туда закрываем. Ну, то есть это такая зона, которая... Временно закрыть от чужих людей, на которых Ирма может как-то реагировать. Да, на чужих людей, которые Ирма не любит. Но по-большому она либо ждет, когда мы придем, чтобы мы сразу же убрали ее вонючки, либо ждет улицу, да. И я говорю, что они вообще не пахнут сами по себе, пумы, но пухать могут. Правдивые факты о пумах. Иногда, когда Ирма прыгает с дерева или залазит на дерево, она может пухнуть. Такова жизнь, что естественно, то невезобразно, между прочим. После того, как почистили пуму, ее надо покормить. Я стараюсь ей заранее нарубить мясо, наготовить ей. Ну, в смысле, готовить, именно наразделывать ей мясо, потому что она ест только сырое мясо. Череп кролика. Кролик был вместе с шеей и ребрами, и грудной клеткой. Пока мы зашли, пока мы разувались, Ирма это уже съела просто. Совсем недавно мы ей купили на пробу несколько видов дичи. Вот это лось, например. Это благородный олень. То есть вы ей давали прям попробовать? Это морал, да. Это косуля. Это кабан. И это нутрия. И мы давали ей разного. Мы просто взяли по чуть-чуть, попробовали, что она будет есть, потому что она очень привередливая в еде. Она не ест никакое магазинное мясо. Это иллюзия, что ее можно кормить просто курицей из пятерочки. И все будет нормально всегда. Вообще нет. Да, то есть она просто демонстративно отворачивается и не ест. Поэтому вся птица, грызуны, это все фермерское мясо или вот дичь. Мы каждый день ей взвешиваем, что она там ест и сколько чего. Сколько надо? За раз она съедает где-то килограмм. Вот, может быть, полтора. То есть утром у нее... Килограмм, полтора мяса. Да, у нее основной прием пищи. Пьет, и она ложится спать. Это будка. Это будка для дневного сна. Это подушечка. Ирма ложится спать и кладет голову на этого котика плюшевого. Прикол, это ее любимая, типа, мягкая игрушка, да? Да, она нет. Да, другие подушки, когда мы кладем, она оттуда все вытаскивает. А вот на этом котике она спит. Где-то к восьми мы, в принципе, заканчиваем с ней утренние процедуры. До десяти где-то она с нами тусуется, пока мы не уйдем на работу. Мы уходим на работу. И в одиннадцать она засыпает. С одиннадцати до семи кошка спит в своей будке. Кошку вообще не видно и не слышно. У меня тоже кошка так делает. Только у меня кошка в десять раз меньше. Но режим у меня примерно такой же, кроме прогул. В семь вечера Ирма просыпается и начинает искать нас. Ей становится скучно. Если нас дома нет, она так же начинает орать. Назвать, что мы пришли. Поэтому мы после работы стараемся прям бежать-бежать скорее. И, значит, уже вечером мы с ней телевизор смотрим, тусуемся, гулять уже не ходим. Просто дома она с нами проводит время. В одиннадцать двенадцать уже кошка засыпает. Иногда она просится спать с нами. И утром уже опять на прогулку. А по выходным мы ездим в лес обязательно. Лес у нас по расписанию прям все. Короче, это гигантская ответственность вообще иметь такое животное в семье. Мы говорим, что это как бы кошка, собака и ребенок-инвалид в одном флаконе. То есть она требует внимания очень много. Все ваше внимание требует. И люди еще и косо смотрят. Инстаграм ссылочка будет внизу в описании. Пума Ирма, да? Да, Пума Ирма. Подписывайтесь. Люди, увидев ваш инстаграм или мое видео, они могут подумать, что ну вот, как бы классно заведу тоже себе кошечку. Нет, это бы никому не рекомендую им это делать. Я хочу услышать, да? Как вы вообще относитесь к тому, что если бы все подряд начали заводить каких-то хищных животных? Это далеко не для всех, потому что Пуму, то есть ради Ирмы, мы изменили вообще всю свою жизнь. Мы изменили свой график, мы изменили вообще будущее. Все. Ее нельзя ни с кем оставить. Вы не можете никуда уехать. Она принимает... А, то есть вы не можете путешествовать. Ну, я имею в виду на самолете летать куда-то, оставляя ее где-либо, да? Да, никуда. Тетя Валя из соседней квартиры. Здравствуйте, мы уезжаем на пару деньков. Зайдите, покормите котика, пожалуйста, нашего. Корм на левой полке внизу. Мы не ходим в гости, мы не ходим в кино. Люди лишили себя жизни. Вы поняли? Это не фигня какая-нибудь. Мы не ходим в никуда, мы занимаемся только Ирмой, да. Дневник питания, где я указываю, сколько она какает. Вот теперь посмотрите, посмотрите на этих людей. Посмотрите на них. Они реально посвятили свою жизнь этой кошке. Потому что я не могу больше никак объяснить вот это вот. Да не, я шучу, конечно. Просто ответственный очень подход. Потому что когда экзотическое животное болеет в Москве, это очень дорого. Любой вызов ветеринара, это очень дорого. У нас в прошлом году Ирма неудачно пала с дерева и чуть-чуть помяла себе грудину. Мы переживали и решили сделать ей рентген. Вот простой снимок грудной клетки, как вы думаете, сколько нам обошелся, во сколько? Так, мне страшно представить, но не знаю. Десять тысяч. Двадцать пять. Капец. Кумы, я повторюсь, они однолюбы. Они никого чужих не принимают. Они очень долго к человеку привыкают. И это очень долгий процесс, это очень болезненный процесс. Мы все были в синяках, царапинах. В синяках даже. Ну, конечно, да. Любой укус даже в игре, он очень сильный. Кумы живут больше двадцати лет с человеком. На природе, на воле они живут восемь-десять лет. И я-то представила, что если все двадцать, там, тридцать лет... Это будет избиение, насилие просто такое. Это будет вот так. Я уже думала, что вообще кошмар. Это конец. Просто крест на своей жизни. Я всегда села и расплакалась. И постепенно, собственно, любовь... Постепенно вы стали друзьями. Да, веселила, да. А что значит альфасанка? Ну, понятно, что значит альфа-самец. А она? Что она сильная такая, да? Она должна показать всем, что она главная. Как она это делает? Как вы думаете? Я не знаю. Ну, предположите. Кушай, нападает, ну, как-то пытается уложить человека. Правильно. Очень-очень все просто у животных. А, собственно, чтобы показать, что ты главный, ты сверху, тебе надо твоего вот этого вот опальмента положить. Она его скидывает с ног. То есть ей надо вас унизить. В прямом смысле слова. Добавляет погрызушки. К этому унижению. К этому унижению, чтобы мы уже точно поняли. Пума напала в парке на человека. На самом деле просто греющая лапа. Интересно, что Пума одиночки, но при этом она реально требует нашего внимания, особенно Сережиного внимания. А без Сережи она вообще жить не может. Кто любимый? Папа или мама? Папа. Мама вообще так. Мама лоток убирает. Лоток убирает, есть, приносит. Понятно. Оба-на. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это нормальная реакция. Она не понимает просто, что это. Она говорит, кто это? Короче, кратко ребята Пуму забрали из зоопарка, потому что там уже просто не могли ее содержать, и последующая заводчица не могла содержать ее, и вот так она попала к ребятам. Они постоянно ходят с ней гулять, они постоянно с ней занимаются. Они изменили образ жизни ради нее, чтобы эта кошка жила вот так вот, а не в каких-то ужасных условиях, поэтому это не просто игрушка, это не животное, которое можно там завести ради развлечения. Никакое животное нельзя заводить ради развлечения, но это большая, гигантская ответственность. Еще больше ответственность, чем если бы это было кто-то другой, да, ухожу. А почему решили назвать Ирма? Это в зоопарке. Ее там так назвали, и все. Она как-то на имя откликается? Конечно, она понимает все вообще, что ее за лоб она понимает, что ей говоришь подняться на дерево, она понимает. Если она запутывается, я ей говорю, куда лапы, чтобы вылезти, она понимает. Но судя даже по ее реакциям, по ее движениям, у нее удар очень сильный такой. Конечно. То есть, если она ударит, реально будет ого-го. Да, она даже хвостом может ударить, будет больно. Вот это все, что вы видите, это не одной жиринки, это все мышцы. Почему не спускаем с палатка? Значит, самая первая причина, в Москве нельзя гулять с животными без палатка. Если на длинном палатке, то животное должно быть еще и в наморднике. На коротком палатке можно без наморднике. Иначе штраф. Надо уважать страхи других людей, потому что многие люди просто испугаются. В-третьих, собаки, да, схватит Ирма маленькую собачку. Все. Ее не будет. Даже если она не съест, а просто подержит, ну, люди испугаются и вообще, конечно, испугаются. Ну, и могут как-то негативно отреагировать. Естественно, да. Поводок тоже должен быть специальный. Ирма прыгает на деревья, повисает на поводке. То есть, это все должно быть очень сильное, профессиональное, усиленное. У нас уже целая коллекция этих поводков. Отдельный отсек для шлеек. Шлейки у нас тоже лежат в отдельном отсеке. У нас тут тоже... Ой, сюда шмотка попала. Какие-то мыши на заказ, какие-то просто обычные. Это домашняя у нас шлейка. Короче, их очень много, да? Очень много, да. И нужна очень прочная шлейка, потому что она на ней повисает. Это для бойцовских собак, чтобы у бойцовских собак развивались грудные мышцы. Мы это все вытащили, потому что Ирма очень активная. Она прыгает, и ей вот это все бьет по хребту, и бьет по ребрам. И поводок у нас тоже не просто поводок. Да, я уже смотрела. Полуальпинистская. Разглядывала. Вот, система. Профессиональный поводок, который выдерживает до 300 килограммов в рывке. Армейский ремень. Вот с такой вот крутой железной пряжкой. Сережа надевает на себя, и к ремню привязана еще такая вот стропа. Она здесь вот и имеет... Короче, целая система. Это если вдруг из руки все-таки выпадает поводок, то она еще остается на... На поясе. И потащит просто Сережу за собой еще на дерево. Уместные родители. У мамочки отдельный рюкзачок, в котором все там... Целый, целый просто комплект. В нем все. Ильич, ты тоже будешь в нем. Хочешь с нами гулять? Вот. Начнем давайте с маленького кармашка. В маленьком кармашке лежат запасные поводки. Раз. Это на случай, если порвется, да, шлейка? На всякий случай, да. Или на случай, если запутается тот поводок ветля, мы можем отстегнуть и перестегнуть на другой поводок. Ну, элементарные средства от царапин это перекись водорода и пластыри. А, речь и звезда вообще любит его. Он просто так лег смешно. Он умножает быть в кадре. Игрушки. Это понятно, что... Да. Мои зрители это часто видели в кадре на канале. Если мне нужно взять поводок, поводок очень сильно режет руки. И, как бы, я использую перчатки. Запасная шлейка, запасная курточка и пакет документов. Если вас просто остановят, вы всегда можете предъявить секу все документы и сказать, вот, это наше животное. В дикой феррозе, то есть пум, всего осталось около 500 тысяч штук. 50 тысяч? 50 тысяч это маленький городок. Это количество подписчиков у вас в инстаграме. Может, и не туда, и не сюда. Давай вниз. О, все, все. Она просто такая легла. Ей нравится внимание. Котик. Котик. Просто покатили и все. Ирма, пойдем. Ну, пойдем, Ирма, ну, пожалуйста. Мы уезжаем. Ирма, ну, пожалуйста. Для видео это еще не конец, так что наша рубрика продолжается. Оставайтесь. Вместе с нами. Это у них сзади вот оборудованный просто багажник. Кто-то ругается уже. Очень обижается, хотела еще гулять. Для машины. Ага. И вот это вот. Здесь сеточка такая, да? Здесь пайпка ее. Здесь там разные спреи, чтобы не пахло. Мы ее берем в салон, она в салоне едет. То есть она нормально вообще к машине относится, да? Правда, да. Она уже, в принципе, и нагулялась. Несколько часов ходили по лесу, гуляли. И это было очень, очень невероятное впечатление. Это твое кресло, мне сказали. Ты его имеешь право драть, да? Такой ты хорошенький, Ричард. Осенью, наверное, самый такой, да? Противное время. Это вообще нормально. Особенно если морозит. Лежанка, правда, у нее такая, как у большой собаки. Да. А после прогулки на собачьей площадке, где она бегает, играет в футбол, и там же и лежит, и валяется, а там все собаки, и все это катает, после этого... Да, после такого по-любому это протереться. Мы протираем конкретно, да. И даже иногда дезинфицирующие средства брызг. Вот это вот как раз был какой-то новый ее крик. Она, конечно, не делает. Это как раз что-то связанное с птичкой. С созрелостью, да? Да. Может быть, она сейчас, после того, как у нее это началось, будет просто несколько дней подряд вот так вот кричать. Да, у них активная фаза призыва. Прибежал, потому что она призывает в самок. Может быть, ты задел какую-нибудь зону? Девочка созрела у нас. Просто уже все, не девочка уже. Уже девушка. Девушка уже взрослая. Девушка. I'm not a girl. Not yet a woman. Вот она, и зовет с конца. Вот такие у нее брачные крики. Кошка созрела, ей нужен мальчик. И все, вот так это выглядит у них животных, у всех, у которых, которые не стерилизованы, не кастрированы. И мы сейчас даже хотим повесить объявление на этаж выше и на этаж ниже, чтобы наши соседи не переживали. Мы никого не убиваем. Нас никто не убивает. Это просто брачный звук. Девять, десять дней, вот этого вот. Да. Вот ей лицо, заднюю часть не гладь больше. Да, вот здесь она выглядит. Малыш, пузико не надо. Сейчас пузико не надо. Вот это ее протирать. Хватит, остановись. Перестань ее протирать. У нас вот это, это любимый лежательный уголок для Ерны. Она здесь обожает проводить время спать. Посмотрите, какие игрушечки на размеры. Я про размеры такие, ух. Это любимая подушка на сосушка. Ее называют. На сосушка. Потому что Ирма постоянно ее мусолит. Называется молочный шаг у кошек. Некоторые просто топчут. Некоторые именно еще причмокивают. Вот эта красавица у нас конкретно причмокивает. И достояние, наверное, Эрмушиной комнаты, это ее подоконник. Она на подоконнике любит лежать? Обожает. То есть она днем с 11 до 7 спит. Но периодически все-таки выходит и где-то полчаса может полежать. И валяешься вот тут, да? Да, может полежать. Там мягче даже не видно будет. Ну все, ребят, я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Поставите ему лайк, напишите комментарий. Подпишитесь на инстаграм. Пумы Ирмы, не рыси. Ссылка вот там вот будет. И все, увидимся скоро в новых роликах. Пока. Пока. Пока.